Временное неудобство ради безопасности пассажиров. Почему во время гололеда люди не смогли дождаться автобусов, а также о появлении новых светофоров в нашем следующем сюжете. В Магнитогорске в минувшую среду из-за гололеда отменили рейсы всех автобусов. Специалисты Магортранса отмечают, это было сделано ради безопасности пассажиров и приносят извинения магнитогорцам за временное неудобство. В связи с неблагоприятными погодными условиями в 7.30 было прекращено принято решение о прекращении движения данных автобусов по маршрутам. В связи с тем, что произошло два случая. Один у нас случай произошел на улице Пехтерево, произошел разворот на проезжей части автобуса и на пересечении Гагарина-Советской снесло юзан автобус маршрута номер 16. Для обеспечения безопасности перевозки пассажиров было принято решение о временном прекращении движения по маршруту номер 16 и 19. Рейсовые автобусы вышли на маршруты после обработки дорог противогололедными реагентами. А по улице Труда в районе дома номер 47 начали функционировать новые светофоры. Напомним, этот пешеходный переход снискал себе печальную славу. В 2023 году данный пешеходный переход признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых ранения различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двойник совершеннолетних детей. Чтобы уменьшить наезды на людей, сотрудниками госавтоинспекции в адрес администрации города было направлено предложение о переоборудовании этого нерегулируемого пешеходного перехода в регулируемой с вызывной фазой для пешеходов. В планах было оснастить пешеходный переход светофорными объектами с кнопкой вызова для пешеходов в 2024 году. Но светофоры появились здесь осенью этого года и они уже работают. Сроки установки данного светофорного объекта были сокращены. Связано это с тем, что рядом располагаются две образовательные организации. В утренние часы здесь достаточно большой пешеходный поток. Для того, чтобы водители были более внимательными и останавливались, здесь изменена организация движений. Но несмотря на появление светофоров, по-прежнему важно соблюдать правила поведения на дороге, ведь от этого зависит жизнь всех участников движения. Дина Наумба, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.